И в связи с ухудшением экологической ситуации в Запорожье решили провести депутатское собрание, на котором еще раз рассмотреть, что же все-таки происходит в городе и попытаться найти какое-то решение. На мероприятие пригласили представителей предприятий-загрязнителей, однако самые крупные из них предпочли проигнорировать мнение граждан. Кроме депутатов, общественных и политических деятелей на собрание приглашают представителей девяти промышленных предприятий, главных загрязнителей Запорожья. Это Запорожсталь, Запорожкокс, ДСС, Запорожогнеупор, Абразивный, Титаномагниевый, Ферросплавный, Укрграфит и Кремнийполимер. Однако из них откликаются лишь трое. Это Днепроспецсталь, Ферросплавный и Кремнийполимер. Хотя по данным статистики выбросов вроде бы больше не становится, а вот дышать в Запорожье все тяжелее. В этом году среднемесячные концентрации по городу превышали предельно допустимые концентрации. В два раза по 2-киси азота, по оксиду азота, в два раза по фенолу, в 1,7 раза по формальдегиду. Превышение по пыли, сероуглероду и сероводороду регистрировано действительно в пределах 1,7 БДК. То есть превышение у нас из года в год сохраняется. За последние пять лет отмечают рост уровня по целому ряду заболеваний. Повышение уровня смертности и онкологии. Болеют примерно половина детей. Аллергия теперь даже у тех, кто ей никогда не страдал. И только за 9 месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, мы имеем рост по таким классам заболеваний. Практически на 10% увеличилась заболеваемость системы органов дыхания. Новообразование на 9%. Более 9% эндокринной системы. Органов пищеварения более чем на 7%. Кожи на 4,2%. Главные причины такого положения – промышленные предприятия теперь могут делать все, что угодно. Разрешение на выбросы дает министерство. Полтора года действовал мораторий на проверки. Теперь можно проводить только плановые. Раз в год с предупреждением за 10 дней. Ликвидировали и круглосуточный экопост. Количество проб сократилось в 10 раз. И самое главное, почему экологическая ситуация в Запорожье продолжает ухудшаться. Заводы не соблюдают технологический регламент. Во время неблагоприятных метеоусловий. Подписывать меморандум о сотрудничестве с городскими властями они упорно отказываются. В центре города скорая помощь с 9 этажа женщину забирает в реанимацию, потому что у нее было открыто окно, и загазованность попала к ней в квартиру. Это сверхбеспредела предприятий, которые не хотят сотрудничать с нашим городским советом, а стало быть и со всеми запорожцами. У меня сегодняшнее отсутствие руководителей предприятий, на которые мы пытаемся каким-то образом влиять, глубоко возмущает. Понимаете, это то, что называется геноцидом. Это то, что называется безответственность. То, что называется хамством. Это пренебрежение громаде. Депутаты уверены, возврат полномочий, контроля за выбросами в городской совет изменит и выполнение экологических программ. Соответствующее обращение от городского собрания будет направлено в Кабмин. От предприятий-нарушителей требуют немедленно присоединиться к меморандуму и дать возможность контролировать, что происходит представителям общественности и природоохранных органов.